Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о своих парфюмах, которые я выбрала на февраль месяц. Я так на них посмотрела и поняла, что здесь нет ни одного зимнего парфюма. В основном это, наверное, будут весенние парфюмы, может быть даже летние. Ну, по факту сейчас посмотрим, там какие-то, может быть, осенние попадутся. Но вот ни одного зимнего вообще. Видимо, я уже настолько хочу весну. И в этот раз, причем я выбрала парфюмы, очень многие именно свои любимки-любимки. Несколько там будут новинок и любимые парфюмы. То есть то, что мое любимое, то, что будет на первых, не знаю, 4-5 местах, это прям для меня было очень тяжело как-то распределить их по этим местам. Потому что, ну, я их все люблю, и для меня это было прям, ну, тяжеловато. Ну, начнем мы с 10-го места. Это новинка Эва Эмбрейс. Недавно вам совсем про нее рассказывала. Это аромат, который... И да, мне подсказали, на что он похож, помимо аромата примы. Это Айконик, Фэм Айконик, по-моему, так он называется. Да, действительно похож. И вот действительно очень похож, даже больше, чем на приму. Прям, наверное, один в один. То есть это что-то фруктовое, компотное, сладенькое. Такое, ну, на теплую осень. Ну, в общем-то, простенький аромат. На девятом месте, ну, это вообще не новинка, но для меня новинка. У меня он только появился. Был когда-то давно, но вот сейчас только появился заново. Это Персив, обычный, самая первая версия. Это цветы. Не могу сказать точно, какие. Ну, такой какой-то стандартный женский аромат, цветочный. Тоже ничего особенного. Такая, скорее, весна, может быть, весна-осень. Но уж точно не зима. На восьмом месте тоже недавняя новинка. У Тейвен это Attraction One. Вот это осенний аромат, уже такой, на более холодную, наверное, осень. То есть уже ближе к зимнему аромату. Это аромат, который имеет нотку от первого Attraction. Такую какую-то специфическую. Здесь вот именно специи какие-то. Перец я здесь чувствую. Прям явный перец. Он прям ни в одном аромате так не чувствуется, как здесь. Здесь неплохой аромат такой, своеобразный, на любителя. Но вот он лично меня как-то не отталкивает. На седьмом месте тоже недавняя новинка. То есть сначала в конце этой очереди у меня будут новинки. А к началу топа будут любимки. Так вот, это из новинок, но уже таких новинок, которые мне больше нравятся. Это Avon Collections Instaglides. Это аромат... Сейчас вспомню, на что похож. Я говорила уже. Пульс. Вон, был такой аромат. Пульс с таким каким-то розово-сиреневым, по-моему, какой-то сиреневый такой колпачок. Вот на него похож. То есть что-то фруктовое, немножко терпкое. Такое какое-то... Может быть, какие-то тоже специи такие немножко вот терпкость добавляют. Ну, в основном он все-таки такой более сладенький. На шестом месте Pur Blanc Blush. Это уже из любимого пошло, а не из новинок. Люблю этот аромат. Он для меня особенный тем, что вот про него мне хочется сказать не пудровый, а кремовый. То есть у него какая-то такая нотка, как будто бы вот именно крем с ароматом. Вот какая-то мягкая-мягкая кремовая нотка. Он такой нежный, цветочный, вот с этой кремовой ноткой. Это весенний аромат. Ну, видно, что мне нравится. Хотя он у меня, правда, уже давно. На пятом месте аромат из серии TTA Forever. Тут немного совсем осталось. Это весенний аромат. Это такие цветы. Они яркие, одновременно нежные, сочные. Прям, ну, прям, вот весну хочу, не могу. Очень прям такой классный аромат. Он достаточно такой шлейфовый, стойкий, богатый. Ну, вот очень мне нравится. И прям действительно ассоциации с весной. Ну, как я и говорила, вот первые пять мест для меня было очень тяжело распределить. И на четвертое место я поставила Pur Blanco Elegance. Очень тоже мне нравится этот аромат. Из всех ароматов Pur Blanco это мой любимый аромат. Он для меня стоит на первом месте. Потому что это терпко-сладкий, цветочный аромат. Тоже весенний. Но здесь цветы уже такие, вот они более сладкие. И вот эта терпкая нотка, которая добавляет изюминку этому аромату, делает его каким-то особенным, красивым, запоминающимся. Его вот как бы не спутаешь уже. Первые три места для меня были вообще очень тяжелыми. Ну, не три, вот действительно четыре, наверное, пять мест. Вообще очень тяжело было распределить. И на третьем месте для меня аромат Encanto Irresistible. В общем, красный аромат. Это вот первая двойка, которая выходила. Синенький и красненький. Вот это вот красненький. Но он какой-то такой, я бы сказала, не красненький, а темно-розовый. Хотя на камеру он сейчас красненьким выглядит. Очень мне нравится этот аромат. Он такой какой-то фруктово-цветочный, сладенький. Но он не простой, он не компотный, он красивый. Я не помню, входит ли сюда то ли кашемир, то ли что-то... Вот когда в ароматы входит кашемир, забыла, как цветок называется. Забыла, не вспомню. Орхидея. То тогда ароматы, они какие-то становятся необычные и красивые. Вот здесь что-то тоже есть. То есть он вроде бы, да, ну цветочно-фруктовый. Ну что здесь такого? Но он красивый. Мне очень нравится. Это вот из всей линейки Encanto. Вот для меня это самый любимый аромат. Я прям его обожаю. Я очень люблю крем для тела вот с этим ароматом. Потому что он с таким же ароматом, но еще таким более каким-то мягким, легким. Мне очень нравится. В общем-то это больше весна, осень, даже где-то лето. То есть вот такое прохладно-теплое время года, теплая весна, теплая осень, прохладное лето. Вот что-то такое. На втором месте Summer White Sunset. Чуть-чуть совсем осталось. Это среди вот этой линейки Summer White. Для меня самый любимый аромат. Он очень интересный. Он цветочно-фруктово-древесный. И еще какая-то нотка такая чисто вот парфюмерная, непонятная. То есть я здесь чувствую какие-то цветы. Я здесь чувствую что-то цитрусовое. Скорее больше похоже на апельсины. Потому что это не прям цитрус лимонный такой. Не сладость мандаринов. А вот что-то среднее. Скорее больше похоже на апельсин. Нет здесь горечи, грейпфрута. Но здесь есть еще что-то древесное. Такая вот прям маленькая такая древесная нотка. И парфюмерная нотка, которая вот я не знаю что это. Это что-то вот такое необычное, не повседневное. Ни фрукты, ни цветы. А что-то очень интересное. Действительно среди всей линейки вот этот аромат для меня самый лучший. Ну и на первом месте аромат, который сейчас на мне. Это аромат из серии ТТА. Амур. Аромат невест. Потрясающий. Весенний скорее. Да. Скорее весенний аромат. Цветочный, нежный. Здесь я не помню. То ли она входит, то ли мне просто кажется, что что-то такое есть. Зеленая дыня. Мне кажется, она входит в этот аромат. То есть именно такое что-то сладкое, фруктовое, но не слишком сладкое. Почему-то вот именно мне кажется, что зеленая дыня. Он потрясающий. Многие его хвалят, его многие ценят. И вот у меня он на первом месте, потому что это действительно шикарный аромат. У меня это, я не помню, то ли второй флакон, то ли третий этого аромата. Если второй, то значит у меня есть третий еще в запасах. Либо это уже третий. Я вот теперь не вспомню, но я помню, что у меня их было аж целых три. Потому что один точно использовала уже давно. И вот давно, кстати, я не вспоминала про этот аромат. Давно им не пользовалась. Очень классный. Вот такой топ-10 ароматов на февраль месяц у меня получился. Я дико извиняюсь, что вот такой как бы зимний топ ароматов получился больше весенним. И далеко абсолютно не зимним. Но вот хочется уже весну, да и февраль. По крайней мере у нас чаще всего. Я просто даже уже ориентируюсь. Очень часто бывает начало февраля еще более или менее. А потом после дня рождения моего мужа я уже сколько раз замечала. У нас там какие-то планы. Такие зимние там на горку съездить. И прям хлоп. И начинается прям оттепель, дожди. Как всегда. Вот уже несколько лет подряд. Прям. Так что февраль, я думаю, что уже будет таким более весенним месяцем. Уже даже солнышко на улице по-другому светит. Я такой человек, который это замечает. Я всегда знаю. Вот просто смотришь на небо, смотришь на солнце. И не важно, что вокруг. Снег, дождь, слякоть. Ты уже понимаешь, какое время года. Вот сейчас уже солнце светит по-другому. Оно уже светит по-весеннему. Вот не знаю, какой от него там угол меняется или что. Но светит оно по-другому. Поэтому в душе весна. Поэтому весенние ароматы в топе ароматов на февраль. Но я надеюсь, что вам все равно понравилось это видео. Тогда ставим пальчики вверх. Проходим в инфобокс. Подписываемся на мой канал. А я вас всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok